Это точно старое слово? Надо больше общаться с молодёжью. Ну, ха! Чё, всё-то вырезу пить, да? Люди разных поколений объясняют или угадывают значение устаревших и новомодных слов. У меня не приходилось называть так никого. Няша. Это бывший прокурор Крыма. Миленькая, хорошенькая няшка. Кукла не кукла, а человек, может быть, даже такой хлипкий такой он какой-то. У нашего поколения няшное, ты мила. Насколько я слышал, из Японии пришло, там какое-то слово есть, типа ня. Что-то милое, что-то симпатизирующее тебе. А, это в Сургуте, когда вот едешь на лодке, пам и в няшу. Ил и грязь на дне озера. Как болотина, может засосать, я там сапоги оставил. Я бы шла по елогу разведчиков, а там такая няша, потому что не убрали снег ещё. Мой отец постоянно, когда слышит, он такой, ну как няша может быть милой? Хипстер, ну это как хиппи, хипстер, ну... Хипстер. Это, наверное, танцор диска, нет? Это стиль жизни. Такой молодой человек, плющий на всё. Это такое пофигическое отношение к всему, когда ты в 30 лет можешь встать на самокат и покатиться в всё твоё будущее. Пальцы на раскатырку. Модный чувак-хипстер. Такой с бородой, в свитере ходит, носить админа похож. Дорого одевающиеся, не всегда стильно, наверное. Клечатые рубашки в стиле кантри. Иногда это могут быть какие-нибудь интересные подтяжки. Выглядят как бездомные люди, наверное, ну и честно. По крайней мере, сегодня я не выгляжу как хипстер. Почил в бозе. Почил в бозе. Это точно русский? Почил в бозе, я не знаю. Почил в бозе, то есть ушёл от дел. Почилил в бозе. Что такое боза? Я так думаю, что это от слова почивать значит отдыхать. В бозе. Как обоз. У меня даже предположения нет, что это может быть. Почил в бозе отдохнуть в телеге. Ну он жив, конечно, а может и не жив даже. Отдохнуть, что, блин. Честно отдохнул в храме. Убили, умер. 12 стульев, да. Если умер один, он сыграл ящик, если другой, то дал дубу. Туды я вовка чен. Запилить. Так, если это прикинуться, скажем, современным молодым человеком. Мы там запилили немножко с другом. Ну, запилить – это какое-то жаргонное современное слово. Запилить. Запили мне видосиков. Запилить – это сфоткаться, запилить фотку в контакт. Что-то отправить, что-то показать. А, опять же, связано с компьютером всё. Запилить какой-нибудь контент. Сделать клип. Если бы по-нашему, так это значит, ну, как-то так, человека маленько принизить, может быть. Вот я вообще далёк от этого вот сленга компьютерного. Дверь мне запили. Дверь мне запили. Сделай обратно, поставь на место. Суррогат не нужен совершенно русскому человеку. Славик буйный, он как бы набуянил. Хрушкая ягода. Нет, не знаю. Хрушкая ягода. Ну, это сильно простонародное. Ну, хрушка – это, которая хрустит, да, скорее всего? Вот. Нежный снег хрустит под ногами. Like the bones of my enemies. Как кости врагов моих. У них хрустящие. Ну, есть волчья ягода. Это, наверное, свинячья ягода. Хрушкина ягода. Хорошая, вкусная ягода, наверное. Хрушка большая. Крутная, может быть. Вообще в нашем регионе не используется такое слово. Видимо из старославянского. Тюнингованный. Я на тюнинге, я хорошо одета. Я на тюнинге, у меня сделана пластиковица. О, какая, ну, там. Герла тюнингованная. Широчек сбросить или машине, там, колеса поменять. Значит, какой-то доработанный, прокачанный. Ноты из области автомобилей. Круг тонируем, там. Там молдинги, спойлеры, там. Пленочку ставим, диски новые, красивые. Чтобы он был особенным, не как у всех, разрисовать его. И так красиво делаем все. Это тюнинг. Ну и чем вы докажете, что это ваш автомобиль, сэр?